здорово пацаны я сегодня пришел на дворянское гнездо здесь раньше были кущи лес дремучий а теперь здесь все по повырубили какая-то стройка он вот там вот парк какой-то там типа сделали там люди как бешеные вращаются там на самокатах катаются и прочее-прочее а под ногами меня какие-то груды опилок а раньше был лес как лес грибы зайцы совы кабаны вот такие того дела вот и все дворянское гнездо вот одна радость у кого-то осталось белина пелены здесь просто пропасть вот это вот есть белина вот она если кто не знает то белина выглядит именно вот так белина это такая тема недаром есть такая фича что типа ты что белины объелся но вот если белины обожрешься будет переть вообще жесткая даже как-то я помню в деревне был я маленький была там история такая что типа хлеборобы возвращались с полей а там где-то в конце поля белина росла и там дети и побожрались мелкие и там давай скакать там плясать что-то там береть их короче начало и вот они там вились а хлеборобы шли такие ой дети веселятся ой дети веселятся короче дети веселились пока 12 часов ночи не наступила а детей-то все нету да нету а дети все под беленой там в полях шатается в себя прийти не могут так что вот эта вот штука очень такая опасная у него ведь сколько этих колокольчиков он на каждом колокольчике цветок достаточно пяти цветков чтоб начать виться на это шутка конечно была на самом деле вон там вдалеке построили парк победы но там людей просто пропасть бывший парк юбилейный сейчас не пользуется популярностью пользуется популярностью парк победы парк победы порохом пропах короче строили они тут строили в итоге кругом какая-то пустошь блин все по вырублено нафиг вот здесь вот поле какое-то непонятное зачем-то они сделали и оставили бутылку пять озер вот там тоже рыбаки какие-то здесь река рака вернет не река к это приток и орлик вон уточки плавают он уточка плывет спрятался вот здесь вот народ гуляет туда-сюда туда-сюда наберут жрат в аватоле у нас магазин такой есть и шляется здесь ужинают а вот сейчас мы подходим к тем самым великим ступеням но их брат тут плиточкой обделали по которым поднимались дворяне раз два три ступени много ступени очень много вот какая-то дворянка вот идет в руке с энергетиком движемся в правильном направлении за дворями а вот эта беседочка с не очень крутая панорама вот это есть дворянское гнездо залез тут на гнездо и погнал наблюдать внизу река а над рекой опять какие-то стройки со мной познакомился код никуда не хочет от меня уходить от бою вот гуляет сам по себе возможно в него вселился дух тургенева тургеневский код а тургенев у нас вот он иван сергеевич тургенев великий русский писатель дал начало такому фразеологическому речевом оборотам как ты чего муму ебешь потому что все должны знать что муму тургенев написал кстати интересный факт я вот когда варил переселился думал что утопили здесь в оке но потом я тут начал узнавать у людей где все таки было утоплено муму оказывается никто не знает где все таки топили этому но потом я ковырнул там где-то википедии или где-то еще на каких-то исторических сайтах и выяснил что муму топили в москве реке просто тургенев не указал где конкретные топили почему-то все думали что и топили в оке как-то так а здесь никого не топили здесь сами топятся за неделю уже тут пять человек утонуло куда вот они лезут зачем они ныряют вода холодная кругом коряги устроили тут культ муму да еще вот кстати вот вот это вот там вот стоит разломанная хибара вот это дом лизы калитиной деньги вроде на реставрацию выделили только куда они исчезли непонятно а так стоит хибара там кита бомжи живут а тургеневу обидно я вот не понимаю что люди делают в этом на этом дворянском не сделал такое впечатление как будто я на базар пришел вот они вращаются здесь вращаются ходят вот просто ходят вот я даже не знаю зачем они здесь ходят ладно тут какие-то варьки танцы на твой с выпивкой стояли ни хера же нету нету вы кроме его памятника тургеневу вот ни хрена нету и вот той вот беседки вот беседку покажите вот беседного больше здесь нет ни хрена и люди вот вращаются вращаются вращается но же голова кружится вот кого-то я пришел вот как в 90-х на аришский рынок вот такая же движуха или как на лужники когда там торговали все вот такая же вот движуха а если туда вниз спуститься где парк победы там просто люди сатанеют там сатанеют дети на самокатах взрослые на велосипедах что-то там блять себя такие там все кисну я не знаю полезное что-нибудь сделали не ни хрена будем сидеть вот так вот на лавках пошившую песню записали какой стих рассказали сплясали угорели дико там как-нибудь не ни хрена вот на самокат там сел такой поехал на этом самокате сейчас картину видел там ребенок чуть мать не убил как начал орать ты весь мой заряд истратила я больше тебя в жизни самокат не дам как будто это его самокат он его взял вот он стоит него бабло заряжаешь он едет он там орет и вообще какой-то хинею дети сошли с ума они в этих мобильниках там лазит что-то тык тык оба скачал на мобильник приложения теперь могу пользоваться самокатом да пойди ты себе самокат купи заработай и купи иди вон на станцию мешки с цементом таскай на разгрузочную и купи себе самокат и гоняй на нем какой-то усрачки ни хрена проще матери голову блин морочите мозги выносить ты весь мой заряд истратила какой заряд дурак недоразвитый вот смотри смотри вот ладно человек все о плохом да плохом хорошее тоже есть например вот поставили таблички внимание катание запрещено я сначала подумал купание а потом смотрю написано катание запрещено и нарисован мужик на санках и перечеркнуто еще на санках на санях кто-то катается вообще у людей кукуха свистит по ходу пьесы кто-то наверно здесь на санях катался поэтому знаки эти поставили покажите пожалуйста это знак такой знак такого знака наверно нигде нет в россии будешь только в орле видишь знак ладно все пацаны пойду я хотел блин с природой слиться на дворянок посмотреть а тут хрен пойми что как на рынке на каком-то